Традиционная выставка «Панорама» к значимой дате распахнула свои двери для всех желающих в читальном зале Центральной городской библиотеки имени Пушкина. Экспозиция «Символ» под говорящим названием «Общество, государство, конституция» объединила различные издания Конституции Республики Беларусь, редакции с комментариями и дополнениями, традиционную литературу по идеологии государства, различные энциклопедии и кодексы. Среди всевозможных публикаций есть уникальные в своем роде экземпляры. Довольно уникальные, на мой взгляд, издания, как, например, вот этот энциклопедический справочник, который называется «Современная Беларусь». Вы видите, он, конечно, в таком не очень приглядном виде, но это всегда плюс для библиотек и для книг, потому что это означает, что книга пользуется популярностью. Это трехтомник, к примеру, «Современная Беларусь», которая посвящена различным отраслям науки и культуры нашей республики и к современному состоянию. Главный государственный праздник не обошелся и без главной церемонии, которая символизирует передачу национальных традиций от старшего поколения молодежи – вручение паспортов. Сотни молодых берестейцев стали обладателями важного документа. Юным жителям Ленинского района, отличникам в учебе, победителям конкурсов и олимпиад, дипломантов в различных фестивалях и в торжественной обстановке представители вертикали власти вручили первые паспорта. Для каждого из молодых людей этот день ответственный, заставляющий немного поволноваться, хотя бы потому, что главный документ в своей жизни они получают не в паспортном столе, а в торжественной обстановке. Это большая честь. Я-то не одному исполнил 14 лет, но из всех выбрали именно меня. А почему? Как думаешь? Ну, я часто везде выступаю, веду образ жизни, неплохо учусь. Этот праздник является для всего народа нашей страны, можно сказать, как главным, потому что в Конституции описаны наши права и обязанности. Для меня он, по сути, значит все, потому что я гражданин Республики Беларусь, и законы – это важная вещь в нашей стране. Каждый человек, я считаю, должен уважать, чтить свой закон, знать его. Не обошлось и без почетных грамот и благодарственных писем за активную гражданскую позицию, участие в жизни района, успехи в интеллектуальных и творческих конкурсах. Молодых людей и девушек, неравнодушных к процессам, происходящих в обществе и стране, приняли в ряды общественных организаций «Беларусь» и «Белорусский республиканский союз молодежи». Молодые люди должны понимать, что они граждане, они должны это сознавать, потому что Конституция – это не только права, но и обязанности. И поэтому, если они будут чувствовать себя гражданами нашей страны, они, наверное, будут чувствовать и определенные, ну, наверное, обязательства за тем, чтобы наша страна развивалась, брать на себя. Потому что будущее, ну, конечно же, за молодежью. И сегодня, как один из элементов, уже который становится традиционным, это вручение паспортов. Это будет еще раз подтверждать тому, что человек, получивший паспорт, он становится полноценным гражданином нашего государства. Современный гражданин Белоруссии, какой он? Бесспорно, прежде всего, любящий и уважающий свою родину, имеющий свою точку зрения и умеющий отстаивать ее, знающий и соблюдающий свои права и обязанности. За современным белорусом будущее он – двигатель прогресса. И таковых в Беларуси немало.